так еще раз поздороваю всем привет обещала я вам рассказать что произошло с нами сегодня в эпицентре значит расскажу с самого начала да может для тех кто будет отдельно смотреть это видео от влога значит нам мы устанавливали сигнализацию на машину нам нужно было убить часа четыре пять времени вот у нас было в планах с мужем зайти в леруа это на минском массиве и в эпицентр на полярный это вот эпицентр который на минском массиве я не знаю какой там точно адрес но кто в киеве тот знает вот большой эпицентр короче мы зашли в леруа мы там ничего особо не нашли там была краска только в баллоне для пластика и мы купили там два валика 12 двойных ну так два в упаковочке упаковку и один отдельно расплатились на кассе еще охранник проверил чек у нас потому что мы на самокасе расплачивались вот и пошли пешком в эпицентр пришли в эпицентр мы зашли через сад и огород полазили в цветочках и посмотрели орхидеи какие бы я хотела ну там цены высокие конечно я их не стану покупать такие деньги и но как бы вот так вот мужу показала что мне нравится там с орхидеи короче это все неважно пошли мы там прошлись посидели покатались на качельке для сада знаете такие качельки которые особенно вот раскладывается нам понравились в постели они ну такой в кровать а раскладываются диванчиком а можно разложить вдвоем лечь покатались там и потом пошли к стоечке очкам я вы ну кто меня смотрит вы видели что я в инстаграме сайт такой котиков заказала себе вот такие очки такую форму давно хотела прервалась извините так заказала себе сейчас покажу такие очки они были написаны поляризе поляризет ну что-то типа этого вот здесь вот я их заказала принципе я хотела такую форму вот у меня были такие очки только с голубыми стеклами я хотела давно такую форму вот и поляризация меня очень прельщила и была очень классная цена скидка на них была очень хорошая я себе их заказала они мне подошли по форме но муж говорит как бы на заборе тоже написано давай проверим да ну и мы там хотели фузе сходить проверить очки а как они проверяются на стендах там где очки с поляризацией там такая картинка висит на этой картинке картинки разные ну например есть картинка вот так дорога типа и когда ты одеваешь очки там проявляется самолет типа взлетает ледная полоса например типа рыбак стоит да с удочкой когда ты надеваешь очки там появляется на удочке этот рыба в этот раз он получается я третий вариант увидела ну как бы раньше такого не видела мы очки я очки взяла с собой но даже не с тем учетом что мы куда-то зайдем проверять их а с тем учетом что я думала что солнце будет принципе солнце у нас вышло к вечеру да так и было вот мы бросили в рюкзак ой бросили в рюкзак эти очки и когда мы дошли до стенда с очками в эпицентре муж говорит о ты очки взяла давай проверим я говорю о тут есть поляризация это мы нашли эту картиночку и муж говорит давай проверять вот мы муж достает очки у меня такой старенький чехол уже много лет его кошка подрала эти правда ну не знаю короче когда-то моему мужу презентовали такой чехол я не знаю оригинальный у неоригинальный но не важно в нем очень удобно хранить очки он мне его отдал и я в нем храню очки он достал чехол мы достали очки я их проверила да девочки поляризация работает значит увидела я там там пустая картинка и проявляется как здание какое-то как отель по моему или в арабских эмиратах такое есть здание или в австралии вот это сидней по моему знаменитое здание короче мы очень обрадовались и очки он говорит оставь и я их оставила на голове вот так и мы пошли дальше чехол мы закрыли и убрали в этот я сниму хорошо убрали в рюкзак и пошли дальше короче мы еще по по эпицентру шлялись где-то час вот где-то час шлялись мы пошли краскам нам там рассказали какая есть краска конкретно под пластик нету но есть краска которая и по дереву и по железу и под пластик подходит я но мы сфоткали мужу сказала почитаешь отзывы или там почитаешь про эту краску и тогда будем покупать мужа краска стоит 300 чем-то гривен час мы подоконник красить не будем нам не горит краска существует в эпицентре все время в продаже поэтому ночью покупать там вот и потом мы там извините за подробности муж сходил в туалет а я лазила там гели для душа шампуни смотрела и потом этом в эпицентре дешевые тесты на беременность но я думаю наберу пусть будет дома на всякий случай вот и спросила не могла найти где у них аптека девушке говорю девушка где у вас аптека продается она меня отвела и я стала там рыться нету там тестов этих вот я не помню в каком эпицентре я покупала короче не помню в итоге я рылась рылась там пластырь смотрела и то мне ничего не подошло короче ничего не надо было вот и мужу как раз позвонили с работы и что-то он там кому-то писал отправлял и не знаю там надо было куда работу сделать сегодня пятница рабочий день вот и муж там ковырялся в телефоне как раз вышла из этого отдела аптеки он на лицо я свободен и мы с ним пошли муж сходил туалет потом он пришел так с товаром же нельзя в туалет выходить я его оставила сходила я в туалет а я ему дала карточку скидочную эпицентра сходила в туалет и я когда вышла с туалета он уже стоял с этим баллоном рассчитался за него и салфетки я взяла смайл с спиртом классные так они 13 везде а там за 11 были я взяла и он взял нам два сникерса с лесным орехом я еще могу я сникерс не хочу я уже кушать хочу говорю сладости не хочу он говорит а не не кушай я говорю нет потом вот ну и мы стали думать куда мы пойдем покушать шаурма или макдональдс потому что нам нужно было еще ждать куда когда мастер закончит либо же я пить захотела сейчас я заболела поэтому мне надо с другого стакана попить извините прервусь пересушила горло от рассказа у меня сахар поднимается когда я рассказываю я очень перенервничала вот короче говоря я мы стали решать макдональдс или шаурма или короче не то понимаете макдональдс рядом нету шаурмы там тоже рядом нету муж говорит может сельпо зайдем на второй этаж что купим что-то вкусненького вот ну я в сельпо покупаю там хорошая сельпо как бы да потом мы зашли мы взяли там два ролини томатный сок литровый и это уже после всего что произошло и колбаска там у них своего копчения мы взяли куриную кусочек мы ее съели мы там пошли рядом на озеро сели понаблюдали за ужиком я снимала вы кстати во влоге до ужика и скушали сок ролини колбаску эту а перчик чили мы еще купили да и вот значит мы идем вот это рассуждаем рассуждаем идем уже на выход к дверям да и тут открывается боковая дверь и я знаете я как ну я вообще как прострация как фильме и мне так смотрю несколько мужчин знаете вот смотрят на меня для девушка заходите меня знаете первая мысль что это какой-то розыгрыш типа заигрывания муж мой тоже я подумал что они к тебе заигрывают типа знаешь там заходите заходите я вообще не поняла что это охрана или что-то я такая иду посмотрела на них и дальше отвернулась иду дальше он девушка заходите я не понимаю я говорю вы мне да вам и так это как-то пошло было и я так говорю от чего заходите заходите я понимаю что там стоит полиция какие-то мужчины еще и муж говорит хорошо говорит только дверь не закрывайте мы заходим в помещение первая дверь такой коридорчик там несколько дверей ли там одна дверь была не помню по моему еще одна дверь там маленькое такое помещение и одна дверь короче я понимаю что мы попадаем в смотровую комнату там вот это вот затем как в тюрьме ростовка идет на вот и меня тут начинает колбать меня по дороге пока я иду меня ну там маленькое помещение меня начинают спрашивать у вас есть неоплаченный товар у меня такая мысль знаете я не понимаю вообще что происходит я начинаю думать я не понимаю какой товар какой неоплоченный товар как вообще ну блин знаете мне казалось что это скрытая камера какая-то сразу стала думать что-то шоколадки мне в голову знаете пришли который муж вот эти мне давал он одну в карман себе положил одну я в сумку сникерс ну я такая думаю блин но он же столько расплатился у нас чек есть потом думаю эти валики которые мы в леруа взяли потом думать о как они о них узнали об этих валиках то есть муж говорит я сразу догадался что это за очки а я как бы очки у меня на голове и я как бы ну у меня даже мысли не было я села я сразу тут муж говорит значит досматривать нас на полиция хотела мужа говорит значит нет досматривать не позволю говорит только при наличии свидетелей по закону нам полицейские говорит что по закону я могу вас ну на украинский мове я не буду говорить dobrud Seite на досмотр зрубить без без свидетелей короче я буду на русском говорить потому что не все украинские понимают многие люди за границей живут которые уже украинские вообще не понимают или вообще вы не знали буду говорить на русском вот короче вот типа мы можем досмотр сделать имеем право без свидетелей. Мой муж говорит, нет, свидетелей нет. И те такие, а, ну, типа, охрана. А раз так, ну, хорошо, тогда ждите. И ушли. И тут другой опять начинает сто раз, типа, понимаете, неприятная такая ситуация, отношение такое, ехидное, неприятное, с насмешкой, с какой-то с издевкой. Они начинают, типа, говорить, у вас есть неоплаченный товар? Я говорю, какой товар? Вы можете сказать конкретно, что вы имеете в виду? А потом я ему говорю, а, вы очки имеете в виду? Я говорю, так это мои очки. Вот. Точно? Он мне говорит. Я говорю, да. Тут муж достает чехол, говорит, вот, чехолотник. Я доставал их, говорит, с рюкзака. И этот человек сразу поменялся в лице. Значит, ну, то, что я рассказываю, было неприятно. Все преподнесено. Люди были невоспитанные. В этот момент полицейский рассказывал мне, что они имеют право. Вот. Что мы вызовем полицию. Что, значит, вы будете платить административный штраф. В этот момент он надевал синие резиновые перчатки. Кстати, все охранники, которые, ну, это, я думаю, старшие там охраны, все были без масок, кроме полицейского. Полицейский был вообще мальчик-мальчик, молоденький-молоденький, но меня начало типать. Муж был, конечно, спокоен мой. Ну, я не знаю, в этом душе, но мужчина есть мужчина. Вот. И я им сказала, говорю, да. Я мерила очки. Я им стала сразу говорить, да, потому что я купила их в Инстаграме несколько дней назад. И у нас было в планах проверить у вас на поляризацию. Вот, видите, поляри... Я не могу правильно прочитать, я не знаю, поляризет, поляризет. Вот. Наверное, не будет видно. Вот. На поляризацию. Стала им объяснять, там у вас есть картинка. Они стали меняться в лице. Муж говорит, а вы, говорит, проверили? Вы посмотрели, говорит, по камерам, прежде чем? Я говорю, да, мы достали чехол, я померила очки, посмотрела. А мы, когда мерили очки, я заметила там дядьку одного. Ну, такого, знаете, пожилого мужчину. Еще так смотрю, ну, вот он как-то, знаете, вот прям кинулся мне в глаза и так выделялся. Вот честно, если бы я была воровкой, я бы повесила очки на место. Ну, как бы, если бы я их взяла, да. Вот, ну, то есть, такое. Заметила, как-то он как-то так выделялся, он был пожилой. Короче, видно этот мужик. Это, знаете, как раньше говорили, шпики. Шпики. У меня бабушка, моя прабабушка еще говорила, она в революцию жила. Шпики, которые следили. Следили, и потом сдавали людей. И потом людей расстреливали, там в тюрьмы сажали. Вот это вот шпик такой, знаете, который следит. Он, видно, там передал. Я очки померила. Он не увидел, как мы с рюкзака их достали, понимаете. Я их оставила на голове. И мы там мерили еще много, кучу очков. И, короче говоря, я еще в туалет ходила, и муж ходил в туалет. Короче, они подумали, что мы там пипец. Короче, я им стала подробности рассказывать. Говорю, у меня и дома и коробка, и чек есть от этих очков. Что они были недавно в инстаграме куплены. Котиков в шопе, сказала прямо. И они стали меняться в лице. Ему же говорил, вы камеры проверили. Они сейчас, сейчас. И побежали, побежали. Их не было. И они прибежали. И он говорит, выбачьте, выбачьте. Понимаете, они не посмотрели камеры. Ну, как так можно работать в охране, послушав кого-то и не посмотрев камеры. Короче, и тогда мой муж поднял кипиш, конечно, он начал им говорить, что значит, вы обязаны нам возместить ущерб. Ну, естественно, нам никто ничего не возместит. Конечно, жлобский этот караван, нищий, понимаете, который, блин, ну, за копейку удаваться, естественно, никто ничего нам не возместит. У нас, кстати, много знакомых там работало. И знаю я ситуацию в караване. Ой, не в караване, извините, извините, в эпицентре, в эпицентре, в эпицентре, да. Вот. И, короче говоря, такая ситуация. Муж говорит, давайте зовите администратора или начальника охраны. Короче говоря, полицейский стоял уже вообще. Он говорит, вы понимаете, ситуации разные бывают. Я им говорю, вы понимаете, что вы меня довели, вы мне пересрали, я говорю, весь день. Меня типает. У меня поднялся сахар. У меня сахар повышается. Я стала, мне в пот бросило, мне стало жарко. Может, мы после этого и заболели, понимаете, на нервной почве. Я не знаю. Вот. Мне плохо было. Еще в этой маске. Чего я ее не сняла, они без масок, я в маске. Там напряженная обстановка. Комната без окон, камеры на тебя смотрят. Ну, короче, это, понимаете, ну, блин, это просто, это ужасно. Просто чувствуешь себя каким-то, понимаете, убийцей, вором. Ты ничего не сделал. Ну, просто. Я им, полицейскому говорю, ну, а что тут такого, ничего не произошло. Я говорю, вы понимаете, что я элементарно боюсь полицию. Я хотела им сказать, что полиция, извините меня, вот по-честному, знаете, отстойные люди. Я не буду говорить, чем они занимаются, но я знаю, короче, очень много. Вот. Вот эту полицию, которую сейчас понабирали, понимаете, чем они занимаются и что они делают. Вот. Не все, не все. Не, не, не. Ну, я боюсь. Я всю жизнь, вот честно, правоохранительные органы я всю жизнь боялась. Мне и мама моя всегда говорила, что люди, которые держат закон в руках, страшнее их ничего нету, понимаете. Вот. Короче говоря, вот. Муж говорит, давайте, я буду писать заявление. Не, не, не. Какое заявление. Короче, мы пошли к администратору. Оказывается, книги жалоб у них нету в доступе. Мы, муж администратору говорит, дайте книгу жалоб. Она говорит, а зачем вам? А для чего? Вот. То есть нормально вообще? Вот ситуация, да? Вот. Короче, вот такая ситуация была. Муж написал книги жалоб. Жалобу. Вот. Надеюсь на обратную связь. Надеюсь, что мужу позвонят. Вот. Вот. ну, извинения, знаете, тут здоровье и нервы. Ты ничем, ну, кроме финансов. Чуть-чуть, может быть, финансово могут исправить, да? Но, как бы, улучшить, да? Вот. Приятное, что-то можно себе купить. Ну, я понимаю, что это не в нашей стране. Если бы такое произошло в Америке, понимаете, ну, это было бы, я вам серьезно говорю, а у нас это все, вот. Люди настолько неприятные работают в охране, такие мерзкие, гныдные. Заходи, заходи. Вот это вот, знаете, отношения, да если даже человек украл, вот, все равно, я считаю, ты на работе, и ты охранник, ты обязан относиться нормально. полиция, когда ты докажешь, когда уже докажут, все, полиция сделает свое дело, там, посадят или накажут как-то, да, но ты вообще никто, по сути дела. Понимаете, меня бесит то, что каждый охранник, уборщица, там, не знаю, строит из себя супердиректоров, суперначальников, понимаете, суперлюдей, на самом деле себя ничего не представляющих. Вот. Короче, эпицентр меня выбил вообще из всей колеи на целый день, а то и на всю неделю, испортил мне настроение, подпортил мне здоровье, я заболела, потому что мое здоровье зависит от моих нервов очень сильно. Поэтому я вам уже говорю, блин, говорю, если бы я была одна без тебя, меня бы вот так впихивали, я бы в эту комнату не вошла к мужикам ни в коем случае, я бы вот так упиралась, как корова, поймаете, всеми четырьмя, ну, руками и ногами. Вот. Я не знаю, что бы было, я бы, наверное, я бы была в шоке, меня бы вообще, наверное, там вынесли на носилках, если бы пихнули в ту комнату. Вот. Неприятно, очень страшно и никому этого не посоветую. Надеюсь, у вас никогда не будет такой ситуации. Все. Всем пока.